Завтра мы отметим 30-летие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 15 февраля 1988 года. Именно в этот день закончилась эта десятилетняя война. Сегодня гость нашей студии, представитель Анапского отделения общероссийской общественной организации индулидов войны в Афганистане и военной травмы Анатолий Ишкунов. Антон Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Что для вас по прошествии стольких лет эта война, какой она была? Для меня Афганистан, наверное, это своеобразный пароль. Это такая гамма чувств тех ребят, которые там находились. И прошли через... Действительно, это была война с ее потерями, с жертвами, высоким героизмом. И пронеся через всю вот эту войну, особенностью которой явилась, наверное, вера в друг друга, в первую очередь, взаимовыручка. Это во вторую очередь. Люди, которые готовы были с тобой пойти и в огонь, и в воду, поделиться последним глотком воды. Вот это все, наверное, пронесено через годы, и оно осталось и в памяти, и в сердце у всех тех, кто прошел дорогами Афганистана. И те, кто остался, конечно, на всю свою оставшуюся жизнь молодыми. То есть те, кто там погиб. Это в нашей памяти останется навсегда. У вас в понедельник была встреча с главой Анапы, где обсуждали важные проблемы, которые стоят сегодня перед вашей организацией. Сегодня, насколько я знаю, вас чествовали в законодательном собрании. Как вообще у вас складывается диалог с властью? Вы знаете, на данный момент большая поддержка идет. Начну с того, что вы знаете, что у нас была небольшая проблема с памятником афганцам. Время прошло, и надо было необходимо менять. Очень хочу слова выразить большие благодарности именно главе и заместителю главы Вячеславу Вовк, которые оказали действенную помощь, и памятник приобрел даже какой-то новую свою жизнь. И все, а вообще они видят, что это действительно стал уже такой комплекс целый, посвященный войне в Афганистане. С краевыми властями, и у нас тоже тесное сотрудничество идет. И вот сегодня было заседание круглого стола, в котором принимали участие председатели всех ветеранских организаций. Это Российского союза ветеранов Афганистана, боевого братства и инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалидов войны. На котором были вручены награды, это юбилейные медали, 30 лет вывода войск из Афганистана. Как сегодня построена работа, общественная работа среди ветеранов, чем занимается ваша организация? На настоящий момент организация главными задачами, конечно, ставит защита законных прав ветеранов войны, инвалидов войны, семей погибших. И основной упор, мы сейчас, конечно, ставим это на работу с молодежью. Молодежь знать должна свою историю. И основной, конечно, у нас созданы два структурных отдела при организации. Это поисковый отряд, вымпел, который занимается увековечиванием останков ребят, которые погибли уже в Великой Отечественной войне. Это клуб, военно-патриотический ратник, который именно занимается с молодежью, по подготовке молодежи, допризывной молодежи. И вот буквально в День защитника Отечества, одной из акций, которые проводит организация, это у нас намечен выезд в Крым на полигон, где находятся части подразделения нашей десантной дивизии. Мы там будем проводить совместные мероприятия. Это концерт, посвященный Дню защитника Отечества, 30-летию вывода войск из Афганистана. И там же будет проведена совместная игра с военнослужащими и строкбольными командами. Мы, конечно, приглашаем всех молодых людей, которым не безразлично наше будущее, и которые видят, не сидя за компьютерами, а все-таки на природе, посмотреть, что такое военная служба, приглашаем тоже принять это участие. Это будет 23 февраля мы выезжаем туда. Андрей Андреевич, а как завтра мы будем отмечать эту дату? Какая программа мероприятия будет? Завтра в 10 часов мы начинаем флешмоб с песней «Салам Бача», очень известная песня, которую будут исполнять ветераны, участники боевых действий, всех боевых действий, не только Афганистана, Чечня, Сирия, Камбоджа, в сквере славы у Вечного огня, у памятника воину афганца. В 11 часов торжественные траурные мероприятия, посвященные 30-летию вывода с возложением венков и цветов к памятникам. В 12.30 в Центре культуры Родина состоится праздничный концерт, посвященный 30-летию вывода войск, где будут тоже принимать участие ветераны боевых действий. И в 15 часов открывается мемориальная доска Управления внутренних дел, именно посвященная памяти нашего боевого товарища Шустовского Петра Федоровича, ветерана афганской войны. Вот такие мероприятия планируются. И после этого, естественно, конечно, будет встреча ветеранов в тесном кругу. Антон Ильич, спасибо большое за этот разговор, спасибо, что пришли. И с наступающим, могу сказать, что праздником. Праздником, да. Для меня это праздник, война закончилась. А мы продолжаем выпуск. Программа благоустройства дворовых и общественных территорий, возможность заниматься физкультурой и спортом, вопросов на встрече жителей микрорайона Южный с представителями администрации города было много. И самое главное, есть варианты решения проблем. Их изучила Анна Жукова.